здравствуйте мои дорогие с вами евгения саженцева я психолог практик также по образованию теолог то есть богослов меня спрашивают почему нарциссы и психопаты ненавидят своих жертв ведь они сами за ними в начале отношений ухаживали добивались их и собственно дальше должна быть любовь и взращивание рост отношений но давайте посмотрим на этот вопрос и с точки зрения богословия и с точки зрения психологии психология объясняет нам что такие люди имеют повреждения в лимбической системе мозга то есть в принципе человек ведет себя неадекватно потому что у него есть повреждения второе травмы детства например отверженность родителями и прочее 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 об этом можно тоже много говорить и есть каналы которые это очень хорошо освещают я же здесь вам пытаюсь еще показать с нового ракурса тему психологии нарциссов и психопатов смотрите каждом из нас не только в нарциссах и психопатах живут страсти и во мне и вас и мы в течение жизни пытаемся обуревать их мы пытаемся бороться с ними признавать их идти на исповедь причащаться также естественные делами подкреплять да то есть каждая страсть должна быть побеждена добродетелью соответствующий да и и нарциссы психопаты имеют эти страсти в квадрате почему потому что они не борются с ними они наоборот их взращивают еще сильнее и получается что они связаны этими страстями связаны настолько что они ослеплены и поэтому неудивительно получается что сначала они вроде бы добиваются жертву а потом начинают ее убивать или его убивать потому что естественно что у нрл и у психопатов нет гендер то есть получается что они просто руководимы вот этими духами злобы гнева зависти гордыни и так далее и тому подобное по сути они не ведают что творят но при этом при всем понимаете полностью снимать с них ответственность тоже нельзя потому что мы видим что когда эти люди хотят они очень даже могут показаться хорошими в обществе да особенно нарциссы психопатам и на мнение общества без разницы но нарциссы очень даже разумно подбираются жертв таких которые искренне их любят которые допустим не могут дать отпор которые будут прощать много именно тут они полностью отрываются на всю катушку вот еще раз точки зрения богословия без кого ненавидит ненавидит во первых бога и любовь а бог это и есть любовь следовательно чем сильнее вы любите этого человека тем сильнее он руководимый своим бесом ненавидит вас и начинает вас просто морально убивать сначала морально поэтому происходят такие метаморфозы что сначала вроде бы человек хочет строить отношения добивается вас а потом он начинает вас разрушать всячески уничтожать и так далее и подобное вообще каждый из нас делится тем что у него в избытке как говорится с кем поведешься того и наберешься если вы общаетесь допустим с тревожным психопатом который постоянно живет в агрессии постоянно всех ненавидит понятно же что он и вас заражают своими страхами и заражают тревожным состоянием поэтому мы по жизни должны выбирать партнеров которые стремятся как мы каким-то духовным ценностям нравственным принципам и так далее и тому подобное не просто на словах стремятся а еще и на деле стремятся потому что вы должны с человеком как говорится путь соли съесть чтобы понять наигранное у него это все или настоящие да поэтому вы с человеком как можно дольше общаетесь и пытаетесь понять что он из себя представляет и понимаете вот в чем проблема в том что мы когда встречаем этих людей мы же их искренне любим и мы думаем что они нам никого зла не несут но что происходит в этих отношениях во первых вы встречаете с его демонами да и нарцисс начинает первым делом вас поражать своими состояниями того что вы теряете уверенность в себе теряете почву под ногами порой даже особенно в период утилизации вы перестаете понимать кто вы и что вы потому что на вам поверх вас навязывают какую-то другую личность какое-то другое вообще состояние которое вам не свойственно вам пытаются внушить такие вещи что например вот прям все люди плохие всюду враги и вы уже даже словно сами заражены этими состояниями будете ходить по улице и оглядываться вам будет казаться что мир черно-белый но вот это все это состояние самого нарцисса и психопата потому что это у них такое по жизни состояние они вот в этом помрачении пребывают мы же должны из этого выходить прежде всего приводя себя в порядок да сходили в храм помолились богу вы уже чувствуете какой-то подъем вы чувствуете что господь с вами главное надежду не теряйте на бога и постепенно вы из души как бы изгоняете то что вам не нужно вы снова все его эти в свою душу мир покой и все остальное православие нам даже призывает нас призывает молиться за врагов вот вы представляете насколько эта религия высока в своем духовном совершенстве потому что когда мы начинаем даже за своих врагов молиться у нас уходит вот это вот состояние ненависти к окружающим мы действительно пускаем свою душу бога и мы получаемся как бы родственные богу а не бесам которые и нас помрачают поэтому самое главное нам после такого контакта восстановить свою связь с богом я не говорю что нужно быть прямо вот беспечным во всем да ну какие-то меры предосторожности каждый из нас должен соблюдать но те состояния которые внушают вам нарцисс они очень часто ни на чем не основаны когда вы начинаете например всех бояться и так далее и тому подобное проблемы приходят нам по мере наших сил если вам приходит какая-то реальная допустим угроза там вашей жизни вы должны уже ее решат пока это все на уровне просто каких-нибудь например запугиваний я думаю что главная молитва потому что цель психопата это прежде всего вас морально подавить и нарциссы и психопата что что хотят беса хотят чтобы вы отошли от бога и чтобы вы пребывали в каком-то таком моральном аду таком же как пребывают бесноватые люди а вам нужно другое да вы должны понимать что вы по жизни допустим стремитесь к другим ценностям и так далее и тому подобное поэтому старайтесь после контакта с такими людьми прежде всего внутренне себя восстановить прийти в порядок и искать просто своих кто с вами родственник и я вам желаю действительно мира в душе радости состояния покоя хранит вас всех господь и если вам нужна моя личная консультация как психолога и как теолога мой номер как всегда в описании видео хочу подчеркнуть что моя деятельность абсолютно юридически в правовых нормах я действую по законам действующим как говорится российской федерации я не нарушаю никаких никаких моральных или юридических законов какие бы там на меня нападки не были я знаю свои права я знаю что я тружусь на ниве добродетелей и так далее и тому подобное поэтому мы с вами не верим клеветникам и знаем чей-то дух и от кого он исходит спасибо